Еще раз добрый вечер, как я вам уже и говорила, сейчас почти 8 вечера. Видите, кто-то из нас уже ужинает и смотрит телевизор, кто-то уже отдыхает, а кто-то трудится. Как я вам и рассказывала в предыдущем ролике, это Вероника. Это одно из немногих растений, которое позволяет насекомым собирать нектар после заката. Лидером, конечно, является ежевика, а точнее ее цветки. То есть ежевика, цветки ежевики позволяют пчелам и другим насекомым собирать нектар вообще, как говорится, до ночи. То есть и утром, и днем, и после заката. Таких растений очень мало. Обычно только в первой половине дня пчелы подлетают к растениям и улетают. У ежевики же, да, можно увидеть челы-насекомых на цветках, да, даже до позднего вечера. Также они в плохую погоду тоже посещают цветы ежевики. А это вот Вероника. Кстати, это растение продается в питомниках, но покупать его не стоит. Если вы часто ездите, да, где поля, опушки, леса гуляете и так далее, да, это очень распространенное растение в наших широтах, вы его можете выкопать. Видите, как трудится. Знаете, да, что нужно обязательно в саду и в огороде иметь, даже если у вас нету пчел, растения, которые медоносы. Чтобы у нас был сад, огород пышный и здоровый. Видите, как резкости нет. Вот, так что вот это вот Вероника. Еще есть Вероника нити, видно. Сейчас я вам ее покажу, но, к сожалению, сейчас она не цветет. Вот здесь вот ее сейчас очень хорошо видно. Также сейчас попозже покажу, где она у меня стоит под хвойником. И вот таким плотным ковром, если кому-то нужно, особенно под хвойными, да, деревьями, место, чтобы не забивали сорняки, да, укрыть. Вот можно Вероникой нити видной. Самая ее прелесть в том, что, ну, во-первых, она ложится плотным ковром, а во-вторых, по весне она так цветет обильно. У нее настолько приятные, ярко такие, как вам сказать, бледно-сиреневые с прожилками цветочки, что глаз не оторвать. Сейчас я покажу, где он у меня там сочетается со схвойниками. Вот, если видите, да, здесь у меня сидит можжевельник. Вот, внизу сидит вот Вероника. О, тоже у нас листик от клюна упал. А вот, вот она. Ой, когда цветет, глаз не оторвать. Видите? И очень красиво можно посадить, если вы там, ну, к примеру, делаете альпийскую горку, или, я говорю, создаёте вот такой живой ковер, да, с флоксом шаловидным. Сейчас я вам его тоже покажу, но, к сожалению, пока он нет, точнее, не то, что не цветет, он уже отцвел. Вот, видите? Вот так вот очень красиво. Такие вот у него. И цветёт он достаточно обильно, очень красиво. Да, видите, плотным ковром также не даст сырникам расти. И цветы, соответственно, бывают разных оттенков. Бледносиреневый, тёмносиреневый, белый, розоватый и так далее. Вот такие забавные растения. Желаю всем удачных посадок, как обычно, а главное, хорошего настроения. Пока.